ребята привет с вами игнат мы начинаем новое пообщаемся я стою позади меня семьи с наш любимый семьи с но ролик сегодня не этом ролик сегодня о том где и как я подцепил этот коронавирус спасибо вам за поддержку в комментариях я ее честно ощущал и столько комментариев по моему не под одним роликом не было и советов всяких разных тоже куча кто-то пишет проходи к ты кто-то пишет не вздумает а кт делать кто-то говорит и флюорография пойдет кто-то говорит и флюорографии лучше не надо лучше кт и желательно все тесты сдать сколько людей столько мнений я их конечно все выслушал спасибо вам большое реально я прям ощущал вашу поддержку я уже как говорил ранее все у меня все вернулось я уже вернулся в социум после того как я поговорил с врачом в общем вот реально говорят самое главное чтобы были нужные слова мне сказало эти нужные слова я их услышал и поэтому я успокоился и все и больше не переживание по поводу какого коронавируса переживать я начал почему потому что мне дима и илюха но они тоже заботясь обо мне но не дима мне это сказал что сейчас этот новый штамп индийский и он проходит так что ты типа не замечаешь нету тебя не ничего такого явного как было с тем прошлым штамп штампом штампом как это ну вы поняли он может проходить вообще более менее лайтово а на самом деле коронавирус есть легкие и когда я это услышал естественно я начал себя накручивать и я резко собрался в поликлинику нет за это диме тоже отдельное спасибо что я в итоге туда попал просто вы помните по по влогу как я туда попал во первых когда у меня пропал запах и вкус я реально удостоверился что это она и в принципе я уже ни с кем не 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 встречался и илье и всем 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 говорил держитесь от меня подальше даже если илюха ко мне заходил мы ну вот примерно как сейчас он за камерой сидит в таком же расстоянии мы общались и со всеми я я отменил у меня было еще пару съемок я что-то я перенес что-то я отменил потому что ну блин ребят реально если бы я пошел на те съемки а так как меня в семье изи видели бы что я был там я был там а в ролике я рассказываю что я думаю сижу ну блин такое себе поэтому я реально просидел 2 ну почти две недели дома потом уже на вторую неделю у меня пропал запах и вкус и тогда когда дима мне уже сказал о этом коварном штамме штамме штампе штамп наверно что он может съедать легкие не замечая я уже говорю я все я собрался и пошел позвонил я в скорую позвонил я в 112 это была суббота и и мне сказали если вам сильно плохо вызывай скорую вызывайте скорую на дом я думаю но мне же не сильно плохо ну что приедет скоро и что они мне по моему ну прокаты это сделает или еще что то сделает они мне ничего не сделает просто ну может быть кому-то реально плохо а я буду занимать скорую да мне мне не до такой степени было плохо но температура была хреновато конечно потом я говорю что давайте я сам дойду до поликлиники они говорят но ок типа в понедельник тогда в семейскую поликлинику идите и типа ну и все если вам все хорошо придете и с врачом проконсультируйтесь потом вы помните что я пришел в понедельник семейскую поликлинику но пришел 15 минут 5 там тоже в комментариях мне писали гиганты нашел время я ржал с этого комментария кто-то мне написал типа ты красную площадь не с той стороны искал и в сельскую поликлинику горит собрался в пятом часу на что типа ты надеялся что она будет открыты то увидели также вы могли видеть что расписание поликлиники до 18 00 ладно все не суть важна в общем понедельник я не попал в поликлинику а в понедельник ко мне начал возвращаться запах и вкус нет вру 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 во вторник пошел я раньше в поликлинику и во вторник у меня уже начал я перед тем как пойти в поликлинику по шикался и понюхал для меня индикатор моя термоядерная туалетная вода я прям нюхаю крышку я чувствую издалека еще перед походом в поликлинику что запах возвращается и когда я пришел в поликлинику мне тоже помните что в этот раз в регистратуре было вообще супер адекватная женщина нам не прям только положительные в этот раз эмоции у меня от общения с регистра с женщиной сидящей в регистратуре скажем так в отличие от того когда я с рукой туда ходил что мне нахамить хотелось ей вслед и она мне говорит если хочешь сидеть в общей очереди иди сиди ну я этого не снимал я пришел 15 минут 1 врачи где-то ну примерно плюс-минус без десяти час это на следующий день когда нет подождите 15 минут 1 я пришел без 10 подошла женщина в регистратуру они были на обеде и за это время практически ну я там просидел считайте 40 или 45 минут и всего лишь один человек зашел в кабинет то есть очередь там собралась я так поду а ну мне просто женщина в регистратуре предложила или же хотите сидите в общей очереди и вы сегодня попадете полина на прием к врачу или можете по времени завтра подойти естественно куда мне уже торопиться я говорю вы понимаете просто у меня еще и запах сегодня начал появляться я говорю ну я хотел бы уточнить по поводу кт и она мне сказала ну приходите по по времени типа с врачом пообщайтесь она вам все скажет в общем на завтра я пришел по времени я пообщался с врачом врач вот такая женщина она в принципе меня второй раз уже принимала первый раз когда помните у меня в июне проблема с рукой была вот она тоже мне тогда совет дала и сейчас тоже я когда не зашел в кабинет но собирался сесть на стул рядом с ней а стул прям рядом с ней был я говорю я наверно не стал рисковать я не буду говорю садиться рядом с вами потому что у меня подозрение что у меня коронавирус она горит садитесь не переживайте в общем а а она еще была без маски я не к тому что я там такой знаете задрот какой-то она без маски я просто опять-таки она плюс-минус ровесница моей мамы и я переживал в первую очередь за за ее я говорю вы как не боитесь а вдруг у меня и он а скорее всего это так и есть что это он ну что она мне сказала у меня все прививки есть я уже переболела типа все нормально и ты к этому относись проще ну она меня выслушала я все рассказал что что я почти две недели с температурой что у меня болела горло да ё-моё да шутка тоже тут ползает мошка какая-то что у меня две недели температура что горло болело и что потом в итоге пропал запах и вкусные не стали возвращаться на горит что ты что бы ты хотел я говорю я бы хотел к т но так как я прописан в питере нагреть тебе для того чтобы сделать к ты нужно поехать приписаться в ялте к нашей поликлинике а пока я говорит тебе выпишу флюорографию сходи сдай флюорография там плюс-минус все будет видно и насчет к т говорит я бы тебе не советовала делать к т потому что это тоже облучение и второе облучение после флюорографии ну говорит ничего хорошего хоть ты молодой типа там туда сюда и она опять-таки мне говорит я к ты себе не делала хотя у меня было поражение ну она бы переболела в общем поговорив с ней я окончательно успокоился пришел домой еще посидел еще посидел ну получается уже меньше суток без всех и на следующий день я вышел в социум он слюха уже три дня шарахаемся то тут пусть все нормально ребят ну и в общем много у меня вопросов в директе и в комментариях на ю тубе как же в принципе я лечился что я делал и много вопросов что мне врач посоветовала какие способы назовем это так лечение она мне прописала и прописала ли вообще что-то в общем когда я слег я напомню что у меня обоняние запах пропали гораздо позже где-то неделю я уже лежал с температурой и на вторую неделю даже наверно больше на неделю неделя прошла и еще несколько дней когда у меня вкус и запах пропали и в общем я самого начала стал пить и ацетил салициловую кислоту ацетил q короче потому что из всех лекарств которые у меня есть я с собой в дорогу брал ацетил q цитрамон и была у меня пшикалка в горло вот кстати пшикалка в горло я когда пшикал я прям ощущал как-то у меня щипала в горле я прямо так вся глубоко глубокая но туда уходила и китарки никита блин ну на к как-то называется это пшикалка и я прям глубоко глубоко как только начало у меня в горле начались у меня эти боли я сразу же этой пшикалкой зафигачиваю я пшикал где-то дня два или три прямо так вот глубоко и туда прямо во всю ивановскую потом у меня был говорю цитрамон и ацетил салициловая кислота почему я именно взялся пить ацетил q потому что она стоила дороже я посмотрел на коробочку на коробочке цитрамон стоило 17 рублей а то что-то около 50 рублей я думаю если дороже значит наверное эффективнее и поэтому пил дел силы салициловую кислоту по три таблетки в день я пил потом это она там еще написано было жаропонижающее и все такое я думаю ну вот это волшебное средство другого у меня просто не было и потом как оказалось мне все говорят бей ацетил q5 цитил q это крови разжижающие там туда и сюда и меня такой думаю капец я как раз ее и пью все все в тему получилось я в общем все сразу правильно сделал я пил ацетил q я пил ой я дофига дофига не помню как это называется пшикалка в горло сделал прям обильно обильно я вот так отбрал и так ну нет вкус и запах я тогда чую ну просто мне так першила в горле сильно что мне прям знаете как ментовым как будто так вот приятно было по папа по гору и самое главное я прям через не хочу пил воду чуть ли не ведрами я очень 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 много воды очень очень много чая небольшой советский трехлитровый чайник я наверное блин чайника два за за день выпивал и постоянно вот прямо у меня есть эта спортивная бутылочка такая не знаю но наверное на литр я ее брал не хочу я ее залпом в себя потом снова пить не хочу ее снова залпом себя это же я это знал что откуда то что при температуре надо воду воды много пить ну и как оказалось это тоже все правильно в общем я сделал мне врач сказала потом все правильно что я отсылку пил и воду пил и горло это себе запшикал а что не врач сказала мне обратно так как мне уже полегчало она мне ничего не выписала нами ничего не сказал мне просто в instagram все знакомая что врач прописала я говорю ничего она мне не прописала она мне прописала флюорографию есть и все-таки типа когда когда как ну а чё уже она поинтересовалась чем я себя лечил я лечил себя ну как оказалось всем правильно я говорю это чисто случайно что не цитрамоном анальгином я лечился это чисто случайно потому что он стоит дороже вот если бы не было анальгина пил бы цитрамон так что вот такими средствами я лечился много просто вопросов чем как почему что врач прописала в общем все было вот так потом у меня мама и также знакомые мои скажем так переживая за меня спрашивали ты там совсем один в крыму как ты как это наверное морально тяжело или еще что-то совсем один я говорю я себя один одним не ощущал ко мне все равно каждый день заходил илья у меня есть дворик небольшой там ну расстояние там довольно таки прилично и мы сидели на хорошем расстоянии в принципе общались друг с другом каждый день мне звонил дима спрашивал как у меня состояние предлагал какую-то помощь если продукты там или еще что-то надо занести так что ну так сказать что я прям один был бедный несчастный я такого не могу сказать потому что все равно меня мои друзья поддерживали да ребята и я знаете где у меня во дворе есть такой навес и в этом навесе стоит кровать наверно многие знают типа аля ракушка ее можно закрыть можно открыть мы с ильей и с димой когда я туда заселялся мы там все покрасили но мы делали это как летний чил чтобы в этом но просто там днем почилить может быть вечером но потом когда вы помните а я наверно не рассказывал когда ко мне в дом заползла как она ли я заползла скалопендра да когда ко мне в дом заползла скалопендра а было это месяца полтора назад мы в итоге мы если ей так и не нашли хотя перевернули весь да мы нашли но она короче смоталась я думаю что она в мотор холодильника смоталась холодильник естественно мы уже на дыбы и не и не разберешь там если она уже смоталась то она смоталась и я тогда легче сказал я пошел спать на улицу и короче это было полтора месяца назад и с тех пор я сплю на улице то есть как вам сказать все свои все эту температуру все это я плюс ко всему еще я не в помещении находился я находился на свежем воздухе в семи изи за это время пока я там лежал я два раза поменял постельный потому что она была полностью мокрая то есть мне дима там приносил чистые постиранные вещи в общем я никакая не конечно не могу сказать что прям с удовольствием не проболел но это гораздо лучше чем если бы я находился в какой душном городе в какой-нибудь маленькой квартире у меня просто вот так вот чил этот она чилом еще виноград короче я как в лесу как будто болел как в лесу вот еще ребят я на самом деле думаю что тут фу второй раз так ну скажем так с малой кровью можно сказать практически безболезненно я переболел я еще тоже это связываю с тем что я все-таки не пью и не курю потому что те кто курят ну это прям даже я спрашиваю ну не знакомы в инстаграме пишите по у меня было то ты была так то и описывает прям это все гораздо гораздо сложнее чем у меня я горят и куришь он говорит да курию и вот тот кто курит прям серьезно реально ну как мне показалось ну это моя личная статистика но у тех кто курит и выпивает про проходит все скажем так сложнее чем у тех ну я говорю это тоже субъективно это все только моя статистика и по поводу мне стали сразу писать там увидели что аполинария градусник выложила свой игнат и аполинария наверно заразил я аполинария не заражал аполинария мама болела я я ей тоже написал игропа полин говорю наверное это ты от меня она говорит нет это мама горит у меня мама уже давно болеет и в конце концов и я тоже от мамы заболела по поводу кати я не знаю мог я но мы с ильей тоже не не такой мысль допускаем что на самом деле многие лежат с температурой сейчас и с кем я не контактировал лежат с температурой может ротовирусное что-то из моря а может быть и я не знаю вот по поводу того где я мог подхватить тоже такое где я мог подхватить ну да я к этому и подвожу ребята у меня одна только мысль я говорю я илья рассказывал и и всем рассказываю что в один из дней когда я ехал из ялты а это было после того как я вечером пофотографировал русалку я в маршрутку так залез прям я втиснулся я еще во влог даже под снимал там правда непонятно было что это переполненная маршрутка но в общем мы как в карикатурах все вот так друг друга вжатые были и одна женщина сзади не влезла и она говорит вот ну вот пожалуйста вот вот это вот коронавирус типа коронавирусная маршрутка может быть я говорю я тебя тогда поймал на мысли типа я уже не первый раз еду в такой переполненный маршрутки и меня все время проносит представляете ребят как я это подумал это произошло вот я еще кому-то и знакомых рассказывал он горит у меня тоже так стоит мне подумать и это происходит это раз и второе вы не забывайте какие у нас толкучки в ульяновском а я постоянно там очередях стою очередь в ульяновском сейчас это них у них леща чем маршрутка вот два места могло быть но я все-таки больше склонен к маршрутке потому что маршрутки переполненные из гурзуфа в ялту идут и переполненные идут из ялты в 7 из прям что днем что вечером а поставить побольше не судьба чтобы люди в эту ну там а-ля газели все вот так вот набивается такое конечно в общем все ребят все что хотела вам сказать по этому поводу я вам рассказал просто много догадок много вопросов в комментариях и я думаю что это сейчас просто реально такое на слуху может коснуться каждого лучше конечно не залазить такие переполненные маршрутки но я говорю от этого не застрахуешься ты не залезешь в эту маршрутку пойдешь в магазин и в этой очереди это все подцепишь тем более сейчас нас в крыму тут столько мы приехали в крым отовсюду поэтому поэтому как-то так все спасибо что посмотрели сегодняшние пообщаемся пишите ваши комментарии что вы думаете по всему этому поводу лайкайте видео я с вами прощаюсь с вами был игнат пока